Когда двое влюбляются в друг друга, у них возникает чувство удивительной такой близости. Ну, она понятна, чем обусловлена. Мы, когда влюбляемся, у нас кора отключается, префронтальная. Это первое. А второе, активизируются сети нейронные, которые отвечают за ментализацию, то есть представление о другом человеке, оно становится таким объемным и так далее. На самом деле это просто проекция наша. И плюс к этому у нас гормональная буря. Там и тестостерон, и у мужчин, и у женщин, и дофамин от новизны, и яркости, и окситоцин от нежности, эндорфин от касаний и так далее. И в этом смысле мы ощущаем невероятную близость. Но любая буря такая эмоциональная, она имеет свой срок годности. Она постепенно будет сходить на нет. Слава богу, потому что если бы мы все постоянно находились в ситуации такого ажиотажа, мы бы многого чего в жизни важного не сделали. И задача состоит в том, чтобы понимать, что когда начинается трансформационная фаза отношений, мы здесь встречаемся с человеком, наконец, не с полом, не с собственным возбуждением, не с собственным наслаждением, не с собственным упоением, вот этим всем, всей этой красотой и яркостью эмоций, а мы встречаемся с человеком. И это блаженный момент. Слушайте, девушка видит в своем молодом человеке человека, понимаете? Юноша видит в девушке, понимаете, не половой объект сексуальный, а человека. И они друг с другом могут составить по-настоящему уже человеческое единство. И это невероятно крутое обретение. Почему мы расстраиваемся? Но мы расстраиваемся, потому что прошла интоксикация дофамином и прочими тестостеронами. Ну ничего, товарищи, это слава богу, слава богу. Но важно теперь действительно полюбить друг друга.